Дагестан всегда славился учеными-богословами, которые бесстрашно, не боясь за свою жизнь, распространяли религиозные знания. Одним из таких был и великий шейх Саид Афанди. Прошло пять лет со дня трагического события, унесшего жизнь наставника многих мусульман Дагестана. Но мы всегда будем помнить великого ученого и следовать всему, к чему он призывал. Он учил относиться к людям так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. Он просил проявлять терпение даже в ущерб своему самолюбию. Он учил отвечать добром на зло и не быть высокомерным по отношению к окружающим. Всю свою жизнь он старался наставлять на правильный путь всех, кто искал истину. Он посвятил всего себя воспитанию и наставлению целого поколения мусульман. Одному из пророков было велено съесть первое, что он увидит. Выйдя из дома, он увидел перед собой огромную черную гору. Конечно, он подумал, как же мне быть, ведь Аллах велел съесть первое, что найду. Раздумывая шаг за шагом, он двигался вперед. И с каждым его шагом гора незаметно уменьшалась. Он чувствовал, что она уменьшается. Теперь он потихоньку начал двигаться вперед, а гора уменьшаться. И пока он дошел, гора совсем уменьшилась и стала вот такая. Он ее и закинул в рот. У этой истории такой смысл. Мы гневаемся из-за пустяка, а Иблис его раздувает. Бываем такими, как будто кроме нас в этом мире никого нет. Это образ любого человека. Вначале гнев бывает подобно той горе, шайтан его раздувает. Теперь проходит день, проходит неделя, проходит месяц. Подобно тому, как та гора уменьшалась, гнев тоже проходит. Он не остается в одном состоянии. Смягчается и смягчается. В конце становится очень легко. Молодые люди должны мириться, хотя бы тогда, когда смягчилась злость. Будь то братья по вере, среди родственников или по соседству. Быть в ссоре – это вещь некрасивая, неподходящая нам, мусульманам. Одним из наилучших качеств Аида Афанди был его благой нрав. Он никогда никому не отказывал в помощи. Он не раз откладывал свои личные дела, чтобы решить чужие проблемы. И достигнув ранга духовного наставника, он никогда не обделял вниманием пришедшего к нему. В годы смуты в нашей республике те знания, которыми он делился, были путеводителем к истине и отгородили многих от лживых религиозных течений. Такого развития и распространения ислам достиг не с помощью насилия, убийств, угроз и силы, а потому что мы, мусульмане, поразили людей своим добрым нравом и хорошим поведением. Разговоры и проповеди тоже неэффективны. Это мы должны обладать истинным исламским нравом. Искренне, не на словах, а от души. Тогда люди сами к нам потянутся. Шариат тоже от нас этого требует. Апрель 2012 года. Ежегодный маджист Черкеи собрал тогда огромное количество мусульман. Никто тогда не понимал, что шейх собрал всех, словно желая проститься с теми, кого очень любил и за кого всегда просил Всевышнего. Последняя проповедь. Последние слова наставления Меридом. Люди, занимающиеся богослужением, подразделяются на три категории. Одни из них совершают его для показухи. Это все пропадет зря, и даже вот столько им не будет от этого пользы. Другие, чтобы достигнуть рая или уберечься от ада. Это вторая категория. А третий, лишь ради довольства Всевышнего Аллаха. Они говорят, «Иляхи анта максуди». Смысл этих слов, «О Аллах, я поклоняюсь, чтобы познать Тебя». Ни достижение рая, ни защита от ада не является моей целью. Моя цель – познать Тебя. Далее, Шейха Саида Афанди знали и почитали не только в Дагестане и России, но и по всему миру. Далеко за пределами нашей Родины он пользовался уважением увидных ученых, многие из которых были потомками пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Приезжая в Дагестан, они посещают могилу великого шейха. Пять лет прошло со дня его смерти. Боль от этой раны не утихла до сих пор, ведь проститься с человеком, наполнявшим смыслом твою жизнь, не так легко. Это невосполнимая утрата. Но сам великий шейх не пожелал бы себе другого конца. Как и его ученики, отдавшие жизнь за религию, он также смело встретил смерть лицом к лицу. Всевышний не забрал этого человека, не дав завершить ему свою миссию. Он оставил после себя достойную замену. К тому же пути, которому он призывал, призывают и его наследники. Он оставил после себя книги и речи, пронизанные проницательностью и глубиной знаний, от которых люди по сей день получают огромную пользу. И это доказательство, что учение, которое находится под защитой Всевышнего, не остановит никому. Абдулла Алиев, Даунгасанов, телеканал ННТ, Махачкала.